Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Команда курорта по мини-футболу привезла золото финала общероссийского проекта. Объект самовольного строительства «Витязево» признано право собственности по суду. На личном приеме главы Анапы житель курортного села заверил Сергея Сергеева. Анапчане против произвола на строительных площадках и готовы поддерживать городские власти в борьбе с самостроями. Михаил Сафронов живет по соседству с новостройкой. Он утверждает, что четырехэтажный дом построен без разрешения, но суд признал право собственности. Я тогда обратился в управление по контролю. Те в конце месяца приехали, оказывается у них даже разрешения не было на строительство этого здания. Я написал заявление в администрацию, то есть вам. Пришел ответ, что дело направлено в суд. И началось вот это с августа месяца по декабрь судебное заседание. Глава Анапы взял на личный контроль ситуацию с объектом на Пролетарской 13. Судебное решение не отменит факт самовольного строительства, если он имеет место. И главный вопрос, на который в суде не дают ответа, откуда курортный Витязева возьмет для самостроя и без того дефицитный воду и свет. Сегодня же запросите водоканал электросети по адресу Витязева, Пролетарская 13, что получено. И юридическая служба, письменное объяснение на мое имя, почему не подана апелляционная жалоба на фактический многоквартирный жилой дом. Сроки подачи апелляционной жалобы могут быть восстановлены. Срока давности в борьбе с мостроями нет. В Первомайском округе стартовали работы в рамках месячника по санитарной очистке. В первую очередь к лету здесь подготовили парк и стадион. В округе ликвидировано 6 несанкционированных свалок. В надлежащее состояние приведено более 20 километров улиц. Восстановлено освещение на улице Клубничная в хуторе Веселая гора, на центральной и садовой улицах в селе Юровка. В субботниках уже поучаствовало почти 700 человек. В этом году они, по мнению специалистов, должны быть наиболее массовыми. Мы же предлагаем никому не оставаться в стороне. Ведь ваш дом не заканчивается только порогом квартиры. Сделаем наш город чище и светлее вместе. В стане Ценнапской в минувшие выходные прошел Детский день здоровья. Бесплатный прием провели педиатры, а также врачи узких специальностей. Для ребят были организованы бесплатные исследования. Ультразвуковое и электрокардиограмма. Напомним, что Детские дни здоровья проходят в Анапе по поручению главы города-курорта. С просьбой организовать такие мероприятия к Сергею Сергееву обратились общественники. Всего за субботу на Детском дне здоровья побывали более сотни ребят. В том числе 30 в возрасте до года и 7 детей-инвалидов. Позвонил педиатр наш, к нам годик, нам надо проходить планы у всех врачей. Очень удобно, не надо ехать в Алексеевку, не надо занимать бешеную очередь, ждать месяц. Пришел, все прошел, все на месте, это очень удобно. Для детей хорошо и для мамочек. Детишки до года, которые должны проходить медосмотры, пришли в нашу амбулаторию, проходят непосредственно обследование здесь. Им не надо выезжать в городскую поликлинику детскую. Все специалисты, они прошли, не подходили здесь. Они сделали УЗИ, они сделали электрокардиограмму. Ну, побольше таких дней здоровья, чтобы была более приближена доступная помощь чужских специалистов. С 1 апреля планируется повышение цен на проезд. Пока изменения затронут лишь пригородное сообщение. Стоимость билета вырастет на 15%. Эта информация уже опубликована на сайте региональной энергетической комиссии Краснодарского края. Как объясняют перевозчики Анапы, причина проста. Предстоящее повышение стоимости бензина, рост тарифов страхования и обязательная категоризация транспорта. На городских маршрутах транспорт будет ходить по прежнему тарифу. Проезд в автобусах составит рубль 75 за пассажирокилометр. Более точную информацию о стоимости проезда в автобусах пригородного сообщения. Пассажиры могут узнать, как у водителя автобуса. В салоне автобуса размещена соответствующая информация. И на официальном сайте муниципального образования города Куратанаба. Очередную победу в копилку высоких спортивных достижений привезли юные спортсменки из Витязева. Команда вернулась со всероссийского финала общероссийского проекта «Минифутбол в школу». Сегодня на ЖД вокзале их встречали родные, друзья и наша съемочная группа. О победе стало известно еще в пятницу. Финал проходил в Подмосковье. На игру съехали сильнейшие школьные команды по минифутболу со всей России. Наш город представляли девочки из школы номер 3 села Витязева. Команда уже не первый год участвует в этом турнире. Шестой год принимаем участие в общероссийском проекте «Минифутбол в школу». Первый год мы остановились еще на стадии ЮФО, Северный Кавказ. И вот уже со второго раза, пятый раз мы едем на всероссийский финал общероссийского проекта «Минифутбол в школу». Большое спасибо девочкам. Они смогли на этот раз более опытно выступить, поскольку в прошлом году мы также дошли до финала и в финале проиграли в Нижегородской области. Георгий Савиди в числе первых приехал встречать поезд с победительницами. Его внучка Ницца Папандопула уже 4 года защищает ворота своей команды. Георгий говорит, что очень переживал за нее. Радость какая, ну, посмотреть уровень в крупных городах, где возможностей больше. Это одна сторона, а где простая школа. И, может быть, тех условий нет, но упорством и трудом достигаются результаты. Начальник управления по физкультуре и спорту был среди встречающих. По словам Сергея Ткаченко, в победе он был уверен. Витязево футбол всегда был на высоком уровне. Село Витязево у нас футбольное такое поселение, где есть хорошие традиции. У них хорошая команда Понтес, которая в прошлом году заявила серебро на первенстве края по футболу. Поэтому, я думаю, что это традиция, которая передается не только мальчикам, но и девочкам. Большое достижение сельчан, которые вкладывают большие усилия в развитие этого вида спорта. А юным победителем этого общероссийского проекта – мини-футбол-школу. Организаторы турнира подготовили своеобразный подарок. Команды, занявшие первые места, отправятся в футбольный лагерь Йокохама Челси ФК Камп, где тренеры фонда Челси познакомят детей с футбольной системой одного из ведущих клубов Англии и проведут серию тренировок. Солдатами не рождаются, а солдатами становятся. Муниципальный этап конкурса с таким названием прошел в Анапе. Приняли в нем участие военно-патриотические клубы и объединения. Он проводится ежегодно. Его задача – повысить интерес молодежи к военно-прикладным видам спорта и повысить общий уровень физической подготовки. Команды состязались в конкурсе «Песни и строя», спортивной и военно-медицинской подготовке, а также проходили комплексную военизированную эстафету. По итогам конкурса на третьем месте оказалась команда Анапского индустриального техникума. Второе – у команды «Патриот» подросткового молодежного клуба «Космос». Лидером стала команда кадетской школы имени Старшинова. Она представит Анапу на зональном этапе, который пройдет в Славянске на Кубани. От читальной избы до Дома культуры. На 65-летний юбилей ДК Станицы Анапской отметили местные жители. О прошлом и настоящем – в нашем материале. Пожалуй, невозможно представить ни один город, село, станицу или хутор без Дома культуры. Место, где жители могут заняться творчеством, а то и просто пообщаться. В Станице Анапской такое место тоже есть. Его история началась в читальной избы 65 лет назад. За это время Станица выросла, и на том месте появился Большой дом культуры, куда каждый день приходит больше тысячи человек. Уже сложилось традиции отмечать каждый год день рождения клубной деятельности. У нас в ЦКС Анапской 36 творческих коллективов. 1700 человек приходят заниматься творчеством разнообразным. Танцы, песни. Вы видите, что тут и детки, и родители. Для всех это праздник. В этот день поздравить своих коллег пришли и бывшие директора Анапского дома культуры – Любовь Санина и Нина Хижняк. Они и сейчас, что называется, в боевом строю. Активно участвуют в общественной жизни и занимаются творчеством. Это моя жизнь. Я с песни, короче говоря, по жизни прожила так. Вот. Ну, потом я ушла на пенсию, и я с этого дома культуры ушла. И сейчас я до сих пор еще пою в казачьем хоре Анатолия Аркадьевича Атрашевича. В этот вечер в стенах станичного храма культуры собрались все, кто причастен к этому событию – участники творческих коллективов и простые жители Анапска. Поздравление всем работникам дома культуры прозвучало и от лица главы города-курорта Сергея Сергеева, и от министра культуры Краснодарского края. В эти выходные каждый житель Анапы имел возможность приобщиться к искусству. В городском театре проходила художественная выставка «Домира Кривенга». Новым направлением – живопись, симполитризмом проникся наш корреспондент Андрей Николаев. Новое направление в живописи родилось в Анапе четыре года назад. Его создатель – художник Домир Кривенко. Он описывает его как простое, доступное для каждого обывателя творчество. Политризм – направление, которое я так назвал, придумал в Анапе от слова «палитры». И продолжаю им заниматься. Искусство XX века все-таки было бунтарским. Озвучивались проблемы, но решения на эти проблемы не было. Я пытаюсь сделать те вещи, которые, может быть, были бы и революционные, и новые, и в то же время где-то могли бы отвечать на какие-то вопросы, какие-то проблемы и давать ответы на эти вопросы и решения. И также основной, наверное, посыл этого направления – все же вернуть обывателя на выставке. Все картины, представленные на выставке, родились, когда художник находился в Анапе. И, как говорит Домир, каждая создавалась под влиянием того, что он видел вокруг себя. В них сочетаются веяния классических направлений с элементами современных технологий. Как и здесь вы видите, сам портрет в стиле Леонардо Дейвича. Есть принципы Олега Дюрера, берегиные прокладки, когда-то вызвал аренду. И прибавил сюда элементы с XXI века. Все произведения, которые были представлены в городском театре – часть большой выставки, которую автор осенью этого года планирует провести в Лондоне. Автотранспорту – не место на пляжах. Муниципальный контроль объявляет о начале рейдов по выявлению нарушителей. Тем, кто заедет о машине на прибрежную территорию, грозят серьезные неприятности. Проводится работа с жителями и гостями города по предупреждению выезда автотранспорта на территорию пляжа. Сведения о нарушителях передаются в природоохранную прокуратуру для возбуждения административного производства. Внимание! 30 марта в Анапе будет проводиться плановая комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Управление гражданской обороны и защиты населения просят анапчан и гостей курорта при включении сирен и громкоговорящих устройств соблюдать спокойствие. Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности и означает «Внимание всем». По этому сигналу необходимо включить телеприемники на каналы «Россия-1 Кубань» или «Кубань-24», радиоприемники на программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на каналы «Первое радио Кубань» или «Радио России» и прослушать специальное сообщение. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурия-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи! Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова